Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, меня слышно. Рад вас приветствовать в этот солнечный весенний день. Ну и нас с вами ждет сегодня довольно серьезная лекция. Как вы поняли, название ее перекликается с известной книгой «Думай медленно, решай быстро» Даниэля Каннемана. Ну а вообще пойдет дело о чтении, и я наконец хочу расшифровать тот тезис, который я часто достаточно упоминаю, о том, что чтение – это лаборатория абстрактного мышления. Но вот основательно обосновать этот тезис, как правило, не удается. По сути дела, целый вебинар я решил посвятить этому вопросу. Ну и, как всегда, это у меня начинается от Адама и Евы, от самых таких основательных моментов мышления. И, собственно, сегодня то же самое. Мы через какие-то выводы гносиологии и когнитивистики перейдем к задачам и, собственно, тому, что нам чтение дает. Ну, вы знаете, что мы чтением занимаемся всерьез. Это и программа «Аналитик чтения», работа на которой постоянно идет. Это вот один из проектов, который мы готовим о медленном чтении. Ну и вообще чтение, конечно, поддерживаем. Но вот сейчас я думаю, что раскрою вам свой именно горизонт, почему я такой горячий сторонник и считаю, что чтение у нас не раскрыто, как вообще такая гносиологическая, когнитивная категория. Почему она так важна? Ну что ж, давайте начнем практически с самой первой философемы человечества. Я считаю, что именно это первое. Гнотиси Аутон. Познай себя. Вы помните, это сказал Сократ. И, по сути дела, это вот момент, когда философия рождалась. Человек ходил по рынку и умствовал. И вот познай себя, по сути дела, вещь, которая и сегодня должна быть основой вообще философии. Потому что мы – это то, что мы познаем, а вовсе не то, что мы едим, как нам сегодня пытаются очень часто это проповедовать. И надо понимать, находясь среди разных животных, существ, человек – существо мыслящее, существо познающее. То есть познающее – это единственный и самый главный наш видовой признак. А вот теперь перейдем к вопросу «А что такое познание?». Этот вопрос изучает гносеология. И, в отличие от всех наших наук, у нее, собственно, ответа на это нет. И я считаю, вот почему здесь работает парадокс самоприменимости сознания. Сознание, оно познает предметы, но может ли быть оно предметом самого себя? Обратиться на себя. И в результате мы имеем такой вот эффект. Мы имеем науку, которой верим, которой доверяем. Наука построена на способности объективного познания, то есть наблюдения вещей. Но вот само познание под этот порядок объективного наблюдения не подходит. То есть наука построена на познании, но само познание не построено на науке. И, соответственно, тут очень много разночтений, теорий, концепций. И все они, условно говоря, равны. То есть здесь нет науки. Гносеология – это не наука. Тем не менее, очень много на этот предмет сказано, написано. Особенно в наше время. Но это началось, как я сказал, прямо с момента рождения философии. И вот классическая философская мысль столетиями, она, собственно, интересовалась в этом аспекте очень простыми моментами. Что мы познаем и как мы познаем. И, в общем-то, на протяжении, вплоть до возникновения психологии, анализировались ключевое здесь противопоставление, восприятие или ощущение, которое индивидуум воспринимается и субъективно, и идеи, и понятия, которые общие. И вот парадокс, который в общем заключается, это была такая вечная проблема. Она решалась в античной мысли, мы уже там об этом говорили, в понятии разума. Разума как способность постижения сущности, идей, которые едины для разума и для мироздания. А позже в новоевропейской мысли эта же проблема решалась понятием сознания. И здесь уже наше сознание, сознание трактовалось как способность постижения законов природы, исходя из способностей индивида. То есть сознание – это способность общечеловеческому роду, никакого единства с природой здесь уже не утверждается. Ну а что утверждает там современная мысль, об этом мы придем попозже. Собственно, в начале XX века философия практически перестала обладать монополией на эту проблематику. И вот философия сознания, на которой останавливается это развитие, стала исходным пунктом науки психологии. Психология стала продолжать эту тему. Первоначально эволюция психологии вообще была основана на познавательной деятельности. Вот ключевые первые прародители психологии Вунд, который трактовал познание как интроспекции. Дильтей, который трактовал, строил понимающую психологию, так называемую Пиаже, родоначальник когнитивной психологии. То есть для них всех ключевым предметом была наша познающая способность. Но в дальнейшем психология выходит за пределы сознания, шире в изучении индивидуальной жизни. Это бихероризм, поведенческая психология, деятельностная психология, психоанализ, глубинная психология. Где предмет берется гораздо шире, им становится вся психика, все многообразие проявлений человека. А познание – это лишь одна из способностей психики. И вот из этого уже строятся выводы и очень много интересных наблюдений. И, собственно, то развитие, которое психология получает, изучая познание, получает название когнитивистики. Изучение психологических особенностей познания. Собственно, и сегодня именно в рамках когнитивистики все эти вопросы исследуются. И, собственно, Каннеман, который мы упомянули, это уже тот же ряд, тот же метод изучения уже различных индивидуально-психологических особенностей, которые имеются в процессе познания. Еще что важно здесь, что происходит соединение биологических и медицинских процессов, в частности, в исследовании мозга и влияние на познавательные особенности индивида. Но мы должны понимать, что понимание того, как функционирует мозг, ничего не дает для понимания понимания. То есть эти исследования, они немножко идут параллельно. Тем не менее, интеграция методов психологии, медицины, соединение когнитивности и неврологии, вот именно сегодня образует область исследований того, как наша телесность влияет на наши познавательные способности. Ну и, как я сказал, в частности, Каннеман говорит именно об этом. То есть 20 век, он уже изучает не способность познания, а фактическую познавательную деятельность. Именно ту деятельность, которая происходит в психике, в индивиде. Вот такая прелюдия. И сейчас мы начнем извлекать вот те важные выводы, которые эти исследования нам предоставляют. И в философии разума, и в сознании, и в психологии познания основная предпосылка, которая ложится в основе, то, что исследуется и следует идеальному представлению о здоровом, стандартном организме, абстрагируемом от всех внешних влияний. Ну, в частности, вот философия Канта, чистого разума, исследуется не мозг, а сознание, как некая абстрактная человеческая способность, свойственная всем нам и каждому в отдельности. А вот новый подход, новые исследования, психологические в первую очередь, они касаются контекста условий, в которые погружен индивид, то есть организм и его мозг. То есть это влияние на познание гормонального фона, питания, состояние органов, поведенческие мотивы, как гендер влияет, искажает познание, воспитание, ситуация окружения, внешние угрозы. То есть оказывается, что не существует такого абстрактного познания, а это каждый раз очень контекстуально и ситуативно. То есть каждый акт мысли, каждое когнитивное действие обусловлено не только содержанием познания, но и множеством обстоятельств когнитивного контекста. И вот, собственно, этот прорыв XX века, который образуется благодаря синтезу гносиологии и когнитивистики, и состоит в том, что познание трактуется теперь не как универсальный процесс, а как процесс контекстуальный, присущий индивидуальной психике и конкретному индивидуу в определенных биологических, социальных, психологических условиях. И благодаря этому миллион исследований появляется, этих всех исследований. И вместе с ним понимание, что наше сознание это не мыслящая машина автоматическая, а индивидуальный орган, который должен быть подготовлен для работы, которого должны быть созданы рабочие условия. Вот, собственно, эту линию мы сегодня и будем продолжать. И вот тогда встает вопрос, можно ли создать условия, при которых теория относительности будет открыта не Эйнштейном, а другим человеком? Создать условия для другого человека? Или, напротив, нужны ли условия, чтобы Эйнштейн открыл теорию относительности? Какие это условия в определенное время и в определенном контексте? Или шире, каковы условия, при которых люди вообще будут понимать и обсуждать теорию относительности? Потому что, если мы подойдем эволюционно, то ясно, что далеко не в любой культуре, цивилизации можно было подобные вопросы поставить и ответы на них вообще осмыслить. Это тоже результат истории и эволюции, в том числе и человеческого мозга, человеческой мыслительной способности. И давайте с вами вернемся вот в новое время к книге Руссо «Эмиль и о воспитании». И, собственно, это была одна из первых трудов, вообще постановка вопроса о том, что мыслящий существо, что члена общества надо взращивать. И именно тогда Руссо старается, чтобы было понятно, что мыслящий человек – это не продукт естественного развития, сам по себе вырос как дерево. Это определенные условия. И первый, например, что должен созреть мозг, ну человек сам, 25 годам, вот только тогда он начинает мыслить полноценно. Второй, человек должен быть обучен в системе образования, о которой идет речь. Ну и этого мало, человек должен быть социализирован, то есть интегрирован в социальную связь. Вот если все эти условия и биологический, и социальность соблюдены, то сформирована личность. И вот именно личность – это мыслящий человек. Мы, собственно, исходим из того, что каждый человек вокруг нас сформирован и представляет собой личность. Но вместе с тем мы понимаем, что это не так. Бывают исключения болезни, отклонения, акцентуации, там различные психопаты, социопаты и так далее. Далеко не все равны. Вот наш известный исследователь мозга Соловьев, он утверждает о том, что разброс между способностями мозга колоссальный. Или вы многие, наверное, знакомы с романом «Цветы для Элджерона». Известный очень роман о том, как человек практически умственно отсталый, неразвитый, благодаря неким препаратам вдруг начинает развивать свой интеллект, догоняет окружающих, потом перегоняет их, потом снова возвращается к соначальному состоянию. То есть автор нам формирует ситуацию, где видно, что интеллект – величина вариабельная. Между одним и другим человеком, индивидом может быть колоссальная разница. И можем ли мы вообще гарантировать, что каждый способен сформировать вот такое личностное ядро? Что для этого мы делаем? Общество, собственно, каждый день работает над этим, чтобы люди могли соответствовать вот этому уровню, достигать того интеллектуального мозгового уровня, способного воспринимать знания. Ну и первое направление – это вообще культивация социума, то есть обязательно наличие программы образования, гарантирующие обществу способность поддерживать, достигнуть интеллектуальный уровень. И задумайтесь только сегодня, вот практически каждый молодой человек, каждый ребенок проходит образовательную траекторию в 12-13 лет. В то время, когда еще несколько столетий вообще не было этой траектории, просто обучали человека дома, внутри, в хозяйстве, уже в работе. А сегодня 12-13 лет. И второй очень важный элемент, который не всегда на который обращают внимание – это культивация элит. Это уже более продвинутая программа образования, подводящая человеку, человеческую особь к максимально достигнутому уровню познания, открывающая возможность развития. То есть надо обеспечить и возможность формирования лидеров, которые еще дальше пойдут, дальше сегодняшнего уровня, то есть которые будут, условно говоря, еще умнее. Ну и вот, исходя из этого, скажем так, что наши школы и вообще система образования – это, по сути, инкубаторы мыслящего мозга. Вот не будь их, и нам грозит или уровень какого-то там совершенно простого уровень бурсы помиловского, полного отсутствия знаний, или вообще там ситуация Маугли, когда нет даже социализации, и тогда человек, его мозг, его организм – это просто животное без вот этого элемента. То есть надо понимать, что интеллектуальное развитие – это гарантия поддержания не только ментального уровня, но и вытекающие из него морального, социального, других порядка и уровня общественных отношений. Все это благодаря культивации мыслительной способности. И я тут включу элемент, который не совсем прямо касается нашего вопроса, но, в общем, в параллели очень точно отражает то, о чем мы говорим. Это когнитивная психология морального развития Людвига Кольберга, психолога в традиции Пиаже, который учил о нескольких уровнях психологии морального развития, как она развивается, какова эволюция, он-то и филогенетически. И вот он здесь выделял несколько ступеней – доконвенциональный уровень, конвенциональный уровень и постконвенциональный уровень. О чем идет речь? Доконвенциональный уровень, ну, конвенции вы понимаете, то есть понятия, моральные понятия формируются конвенционально, то есть согласовываются вместе с другими членами общества. Доконвенциональный уровень, когда вот еще человек не переходит на эти понятия, требуемые принимаемым сообществом, то есть сам на основе каких-то других элементов природы. Ну, первая вот ступень, когда человек начинает учиться вести себя нравственно, на первой ступени ориентации на наказание и послушание. Наказывают, значит, там понятно, так нельзя. Вторая ступень – это инструментальные релятивистские формы взаимности. Ты мне, я тебе. То есть вся жизнь представляет собой обмены. Сделал услугу, ответил услугу. И, в общем, это не требует каких-то там моральных понятий. Это понятно, но практически на биологическом уровне. И вы сами понимаете, что это там, ну, не знаю, 70% нашей жизни. Мы отталкиваемся от этих наших собственных интересов. Или больно, или я что-то сделаю, и мне в ответ. Конвенциональный уровень уже включает этику и нормы этические. Третья ступень – это межперсональные ожидания. Хороший, плохой мальчик. То есть это поведение, поощряемое другие. То, что от тебя ожидают, и ты соответствуешь ожиданиям или нет. То есть это уже какие-то принятые в обществе моральные понятия, которые нужно усвоить. И четвертая ступень здесь же – это ориентация уже на закон, и порядок. То есть не просто кто-то там хвалит, да, а уже представление о законе и порядке, готовность придерживаться авторитета и установленных общественных норм. В общем, в принципе, вот это уже то, что мы от человека ждем практически по максимуму. Но есть постконвенциональный уровень, когда человек не только тем понятиям следует, которые вот схватывает общество, а где он уже начинает интеллектуально понимать их смысл, откуда они происходят. И вот пятая ступень – это когда поведение исходит из норм, которые принимаются как общезначимые и подвергаются моральной критике. То есть человек понимает смысл, почему это, зачем он уже внутренне мотивируется на это. И, наконец, шестая ступень высшая у Кольберга – ориентация на универсальные этические принципы, исходя из велений совести, способности сформировать и придерживаться долго как внутреннего закона во мне. То есть это уже совершенно неконвенциональные вещи, там мало ли что кто думает, да, это когда человек способен сформировать вот эти вот универсальные этические принципы, сам до них дойти и сам же их придерживаться. Независимо, что там ждет общество и не ждет, это и есть вот категорический императив Канта и следование ему. То есть вот постконвенциональный уровень – это некий моральный идеал современного общества, современного человека, который означает способность мыслить универсальными, формировать абстрактные принципы. Вот мы первый раз подошли к тому, что такое и откуда рождаются абстрактные принципы. Ну и вот, собственно, вот эта наша способность мыслить, она употребляется именно на постконвенциональном уровне. Приходить к абстрактным мыслям и уже жить в соответствии с ними. В общем, и высшая мораль предполагает именно этот высокий интеллектуальный уровень. А вот как к нему прийти? И вообще существует ли он? И мы подходим тоже к вопросу постоянному, а умеем ли мы 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 мыслить абстрактно? И что значит мыслить абстрактно? Ну, тут тоже разные представления. Вы там знаете, Гегель говорил, что мыслить абстрактно как раз очень просто, сложно мыслить конкретно. А в другом случае под абстракциями поднимается вот это вот дерево абстрагирования от конкретного к абстрактному, от эмпирического к более общему. Ну, я вот проще даже определю. Абстракция это то, что мы никогда не можем увидеть в опыте, но только мыслить. Общее мы не можем увидеть, да, мы можем, мы приходим к нему только мысленным порядком. И то далеко не каждый. И снова вернемся к психологии Выгодского и Пиаже. Как раз они исследовали, как понятийное мышление формируется с возрастом в онтогенезе. Да, понятийное мышление там по их исследованиям возникает на особой стадии онтогенеза в результате развития когнитивных способностей и речевой коммуникативной практики. И очень тесно завязано на свойства физиологии и психики. Ну, надо вырасти в определенном возрасте. И, конечно, вот для Выгодского очень важна коммуникация. Он строит эти исследования от диалога с собой до абстрактного мышления. В частности, внутренняя речь, как особая ступенька. Сначала с собой говоришь. Вернее, сначала с людьми говоришь. Потом с собой внутри. И потом уже начинаешь мыслить без вот этого проговаривания. То есть это все требует своей дорожки, своего пути. Ну, и, собственно, слово превращается в понятие тогда, когда оно полностью освобождается от конкретных ситуативных контекстов. Множество смыслов сливается в одну идею. Вот дорасти до уровня мышления понятиями – это долгий путь каждого человека. И далеко не каждому это удается. Удается тогда, когда вот те эмпирические различные смыслы сливаются в одну общую идею. Может ли быть такое на практике? То есть вот действительно возникать такие абстракции, чистые, и у всех это происходить. Ну, по сути, нет. Это тоже идеальное приближение. Кто-то доходит, кто-то переходит. Ну, и самое главное, наши общие идеи у каждого из нас не совпадают. То, что мы подразумеваем под одним понятием, и второй человек под этим же понятием – это часто все-таки все равно разные вещи. И, собственно, вот это вот то, на чем спотыкается – это одна из ключевых философских проблем, начиная с Платона. И здесь есть проблема вот этого движения к абстракции. Потому что формировать общие идеи эмпирических предметов очень просто – конфеты. И мы сразу понимаем, что такое конфета вообще. Мы обобщили то, что мы видели и встречали под видом конфет. Если идти дальше, уже в субъективное пространство, на следующий уровень, и спросить, а что такое удовольствие? Ну, здесь уже посложнее будет обобщить, да, что такое удовольствие вообще. И мы там вспоминаем наше удовольствие, там представление об удовольствии. Это уже очень субъективная область, да. И, наконец, если мы еще более абстрактно, еще более общей идеей блага выйдем, то, по сути дела, тут уже ничего нас не может практически помочь. То одно благо или другое благо. И здесь уже вообще распадаются одни. Одно считает благом, другое благо. И вот, по сути дела, на этом втором уровне абстракции, я о нем часто говорю, возникает совершенно новая высота, где нам уже не помогут, практически не помогают наши эмпирические механизмы обобщения, индукции, да, а происходит некий переход вот эту в общую идею, в абстракцию. И вот именно с момента овладения общей идеей тоже возникает интересный феномен. Она обретает власть и уже сама определяет содержание мысли. И вот наша наука, она все-таки на эмпиризме строится, да, от вот этого движения, что все-таки каждая общая идея является неким обобщением множества там конкретных эмпирических явлений, да. Школа, которая от Платона идет, учит другому, что мы в каком-то, какой-то, из какого-то источника, да, постигаем это благо само по себе. Ну и самое главное, что после этого все в теории познания меняется и уже общие идеи, такие как благо, начинают определять, а что мы понимаем под удовольствием, соответственно, что мы понимаем под конфетами. Вот далеко не все вот этот вот переход, вот этот переход к власти общего фиксируют, и это там очень сильно нам мешает. А, собственно, начиная с этого, вся перспектива меняется, и именно общие понятия определяют наш дискурс, нашу коммуникацию, вплоть до понимания вот эмпирических предметов. Здесь я сошлюсь на философскую дискуссию 80-х годов о фактичности и значимости, да, в свое время очень такая была тема громкая. То есть здесь речь идет о разделении эмпирического восприятия и рефлексии, и о том, что все-таки диктует другому. Фактичность определяет значимость или значимость определяет то, что мы понимаем под фактом и так далее. Ну, если вот мы мой тезис примем, что общее захватывает наше мышление и сверху вниз, как говорится, то тогда будем поймем, что и культура, и ценности, и язык, и даже вот институты как государство, они опираются не на опытное восприятие, а на диктатуру вот этого единого смысла общих идей и абстракций. Вот поэтому абстракция играет такой определяющую роль в нашем мышлении. Ну, а все-таки как же мы мыслим эти абстракции? Ведь их, это тоже вот важный момент, идеи нельзя передать другому телекинетически, да, то, что мы понимаем под общим, под благом, например, или еще чем-то, общие идеи могут возникнуть только внутри человека на основе его опыта и, ну, скажем так, что каждая общая идея рождается и может существовать только внутри психики, поэтому она индивидуальна и интимна. Я вам не могу помочь с общими идеями, или вы научились их мыслить, или не научились, иначе я вам буду просто передавать пустые слова, за которыми вы не будете видеть смысла. И вот то, как философия объясняет, как люди мыслят абстракцией, два пути. Первый путь интуитивный, здесь я сошлюсь на идеация гусра, на мой взгляд, наиболее четко и современно изложил, как это происходит. Идеация, то есть полагание чистого смысла. Феноменологическая редукция, которая выносит за скобки все наносное, несущественное, оставляет в мышлении феномен, вот как нечто мыслится в своем чистом виде феноменологии. И второй путь логический, оперирование знаками. Это, конечно, очень важный такой путь. Потому что знак, слово, понятие, оно перемещает смутную мысль об общем в символическое пространство языка. И там сразу становится намного проще. В этом пространстве есть возможность заместить реальность, смысл, многозначность, однозначностью. То есть, произвольным путем придать вот эту однозначность неопределенности и многозначности общего. Потому что знак отсылает к другому знаку, а не предмету. И он работает по другим, по своим знакомым. И, собственно, употребление языка – это некая трансформация кода, которая перемещает знаки и их однозначный смысл от одного к другому. И является тоже формой абстрактного мышления. И уже ее критерия оперирования знаками – это не интеллектуальная интуиция, как в первом случае, а умение переводить коды из одной семиотической системы в другую. Это мы делаем, когда говорим на языке. Это делает компьютер, который производит исчисление. Но и то, и другое подразумевает обучение. То есть, некий интеллектуальный тренинг, заключающийся в практике манипулирования абстрактными символами. Вот когда мы говорим о тренинге, об обучении, держите это в голове, потому что это нам как раз пригодится, когда мы дойдем до чтения. И вот немножко в сторону по поводу вот этого общего. Мы сейчас много говорим о нейронных моделях. Я вот попробовал в рамках этого дискурса представить, что подразумевается под абстракцией и под общим. Ну, в целом, скажем, что вот модели работы нервной системы мозга, они не выявили, что лежит в основе абстрактного мышления. И, по сути дела, очень просто. Потому что вот эти все модели работы нервной клетки, они сводятся к эмпиризму, к тому, как получаются ощущения, и передаются их. И, собственно, на мой взгляд, не могут объяснить существование общих идей. И все-таки тут, конечно, тоже можно зацепиться. Вот я попробовал на этой схеме изобразить работу нервной системы, ощущения, как они формируются в нервной системе, и передаются уже мозгу, который формирует какие-то очень многообразные сетевые слепки из импульсов, нейронных следов. Вот, собственно, это есть некий аналог того, что мы понимаем под мыслью, под оперированием общими идеями. И, наверное, скажем так, у человека, у одного человека вот комплекс задействованных связей, там их миллионы, одного размера, у другого они становятся там намного ветвистее, сложнее. Это уже более общее понятие. Вот абстракция – это некие такие очень большие поля связей и импульсов между собой, которые задействуются в других ситуациях мысли. Ну, наверное, что-то вот такое. Ну и вот при оперировании абстракциями происходит активизация вот этих следов памяти. Да, вот так это ли можно понимать под абстракцией? И, ну, тогда вот вопрос. А напряжение мозга вообще является ли это абстрактным мышлением? Вот, скажем, игра в шахматы, которая требует такого большого напряжения, рождает ли она абстрактное мышление? Наверное, нет. Этого недостаточно. В общем, очевидно, что множество импульсов и связей, которые вот возникают при такой активизации, должны интегрироваться некой единой кнопкой, единым сигналом. И вот такой нам, на мой взгляд, и служит символ и знак, который, конечно, всегда имеет место, когда мы говорим об общем и об абстракции. И я, собственно, вот эти две траектории, которые звучат то в одной там философской школе, то в другой, соединил бы вместе. Недаром ведь эмпиризм, рационализм, номинализм, реализм, они все время воспроизводятся и все время друг с другом спорят. Наверное, все-таки одно невозможно без другого. И, скажем, в тех понятиях, которые мы употребляем, исчисление как мозговая активность и понимание тоже как мозговая активность невозможно без другого. В частности, исчисление. Ну, мы знаем из логики, что логика оперирует истиной, не интересуясь вообще содержанием. То есть, ей не нужно понимание. И вот в наших дискуссиях об искусственных интеллектах вот это свойство вылилось в очень интересный такой аргумент. Это Сёрле «Китайская комната», в которой утверждается ситуация, что некий человек находится в комнате, не имеющий вообще представления об иероглифах. Но у него есть инструкции, как их располагать друг с другом, как с ними обращаться. И вот некто извне передает ему различные иероглифы, и человек выстраивает по своим инструкциям, как они должны выстроиться. И вот, собственно, получаются ответы, которые вполне устраивают того, кто передает. И возникает такое впечатление, что тот, кто внутри комнаты, он понимает китайский язык. Но на самом деле он вообще не понимает китайского языка. И точно так же искусственный интеллект способен выстраивать конструкции, которые нас удивляют, и мы там просто в восторге. Но при этом он не понимает, о чём это вообще, и о чём идёт речь. То есть искусственный интеллект не способен понимать. Пока это вот так. А с другой стороны, человек не способен исчислять, вот так, как это делает компьютер. Да, он тоже исчисляет. В частности, шахматы – это и есть исчисление. Но он это делает сильно слабее, чем, скажем, компьютер. И тем не менее, нужно и то, и другое, и абстракция возникает именно в результате этих синтез. И синтез прежде всего благодаря синтезу идей и знаков. То есть при мышлении общими идеями необходима опора на знаки. То есть знак, он представляет, имитирует и замещает акт идеации, вот этого понимания. И при работе со знаками, то есть когда мы разговариваем, возникает некая энергия понимания. То есть чисто из знаковой коммуникации появляется вот это нечто новое. И даже какое-то время, например, мы можем понимать смысл знаков, не понимая, что за ними стоит. Есть и такие эффекты. То есть в нашей речевой, языковой деятельности и происходит этот самый синтез, который сложно вычленить отдельно. Ну а то, что номинализм и реализм, номинализм, утверждавший, что нет общего реализма, утверждающий, что общие идеи объективно существуют, империзм, который опирался там на только наши впечатления, рационализм, который учил вот об этом самом понимании, когнитивной интуиции. Я бы еще здесь добавил лингвистическая философия. Она тоже несостоятельна без когнитивной философии. Вот эти вещи нам необходимо объединить, тогда картина становится цельной. В общем, я, по сути дела, немножко рассказал, что происходит с абстрактным мышлением вообще в том случае, если вообще оно возникает. А теперь давайте перейдем, как оно может возникать и вообще в какой момент мы можем к этому быть причастны. Конечно, в результате речи. Но ведет ли речь к абстрактному мышлению? Происходит ли в рамках речевой практики вот такой интеллектуальный тренинг абстрактными символами? Совершенно необязательно, даже, скорее всего, нет. Потому что что такое речь? Речь – это обращение к партнеру, это обмен сигналами. Я здесь отошлю к символическому интеракционизму МИДа о том, что речь – это действительно такая пинг-понг, перепалка сигналами. Речь не обменивается понятиями, они ей не нужны. Ну и сами понятия, как мы говорили, они вот только внутри психики существуют, а речь обменивается сигналами. Но обмен символами, он актуализирует мышление понятиями, в случае, если это происходит. То есть за символом может стоять абстрактный смысл, но далеко не всегда актуализируется мозгу, только при особых условиях. И возьмем простой случай, который отражен в языке. Артикль определенный и неопределенный. Д – это конкретный предмет, указывающийся вот он здесь. А неопределенный артикль Э – это речь идет как раз о понятии, о предмете вообще каком-то. То есть вот это различие в случае неопределенного артикля – повод как раз активизировать общую идею. Но в целом речь опирается на повседневную коммуникацию. И любая речевая ситуация понятна из эмпирической контекстной ситуации. И, как мы знаем, все бытовые эмпирические ситуации, они описываются набором 300 слов. То есть для обычной речевой ситуации абстрактные понятия, абстрактные мышления не нужны. И вот просто в рамках речевой коммуникации это вообще не возникнет. Понятия вообще не возникнут. Где они возникают? Они возникают в письменном сообщении. Потому что оно выходит за пределы коммуникативной ситуации. Письменное сообщение не требует ответа. Это почти не коммуникация. Оно не является сигналом, как в речи. И вообще оно избыточно. И вот письменность, расширяясь, она образует параллельное лингвистическое пространство, которое напрямую не зависит от повседневного контекста. И может, кстати, сколь угодно расширяться. Вот речевую коммуникацию мы не можем сколь угодно там расширить. Мы все равно отталкиваемся от того, что нас там интересуют, предметы, которые вокруг. А вот письменность открывает пространство вообще фантазии и именно лингвистическому свободному расширению. И письменный словарь языка начинает расти и достигать тысячи слов. Вот эту вот эволюцию нельзя упустить. Что при этом происходит? Письменный знак, он изначально, в отличие от речевого, приглашает активизировать понятие, задуматься над ним. При этом это дверь, но это еще не путь. То есть смысл может и пассивно восприниматься, просто как знак, как определенный предмет. Но может и постигаться как символ. Вы знаете о двуединой природе символа, в которой есть и материальная, и идеальная часть. То есть символ открывает вот эту вот дверь. И конвенциональное измерение символа, то есть такое бытовое, скажем, трансцендируется в общей идее, в особом умении абстрактного мышления. То есть эта возможность, наконец, используется. И как происходит это трансцендирование символа? Ну для этого существуют, например, духовные практики. Ну с древней самой формы. Магика, мистические, ритуальные практики, которые вот за ритуалом стремятся задать вот эту универсальную эдетическую перспективу. Приглашают туда эту глупость. Или другие формулы, типа молитва, мантра, путем повторения молитвенного усилия дотянуться до духовного пространства. То есть когда нас туда посылают, в духовное какое-то усилие, речь ведется о таком трансцендировании. Или чтение. Есть и чтение. И это тоже, не удивляйтесь, духовная практика. Это как раз и есть интеллектуальный тренинг обращения с символической реальностью. Не бытовой, не контекстуальной, а именно к абстрактной. И вот мы уже подходим к тому, ради чего прошли этот длинный путь. Письменные тексты. И открывающиеся через них пространство смыслов. Вот задам вам вопрос. А почему многие поколения вообще не обучались читать? И это было вовсе не очень давно. Вот средний процент грамотности в 1900 году, он составлял 20-25%. А с времен Петра Первого вырос от 7% до 25%. То есть, читать могло меньшинство. И особо, в общем-то, не страдало об этом, на самом деле. Потому что не было потребностей, не существовало текстов, которые нельзя было бы воспроизвести в речи. Только для особых случаев, для особых людей. Потому что возникновение текстов, оно и означало некую избыточную смысл, которые не повседневны, которые неграмотные, просто не постигнут. И, соответственно, рост языка – это наращивание лексики, которое редко употребляется, которое дифференцирует эти смыслы. И, конечно же, рост языка происходит прежде всего в письменной речи, как я сказал. И хранится в текстовом массиве этого языка. Соответственно, рост вот этой текстовой базы, он ведет за собой способность к отрыву под эмпирической реальности и переходу в символическую реальность. И тут включается фантазия. то, собственно, откуда можно начинать исчислять развитие культуры. Именно рост текстовой избыточности – это означает развитие культуры. И возьмем феномен романов в 18 веке. В 18 веке – это уже массовое такое в элитах распространение приобрело. И вот эти вот романы, где смеялись там над дамочками, мы там свысока смеемся, на самом деле это был разрыв культуры, перевод ее в новое качество, когда человек стал способен фантазировать совершенно о другом, не о том, о чем он видел, не о чем может судить. И, собственно, всегда вот тот, кто имел вход в это пространство, смыслов – книжник ли в Средневековье, разночинец ли в новое время, интеллигент уже в кануне 20 века – это представитель некого иного смыслового мира. Это там для любых, для его окружения они выглядели как инопланетянины. Так что всем это было до поры, до времени не нужно. Чтение стало необходимо потому, что возникла необходимость стать вхожим в символическое пространство. Оно стало очень заметным в его существовании. Все о нем говорят, те, кто грамотные, там и сям газеты выходят. И вот всеобщая грамотность и делает именно этот мир подлинным. Это тоже такой колоссальный рывок в культуре, когда были никто там, 5%, 20% стали все. То есть, это и есть переход в гибридный мир симуляторов, который совершается сегодня, когда уже все способны жить, причем в разных этих смысловых мирах. И главный вход, еще раз повторюсь, это чтение. Вот именно здесь становится понятно, почему чтение – это органон абстрактного мышления. И вне его абстрактное мышление просто невоспроизводимо. Ну, можно сказать, мы пришли к моменту, когда почему вообще чтение стало всеобщим и что оно дало. А теперь давайте посмотрим, что происходит сегодня. Чтение активизирует абстрактное мышление, является условием его поддержания, и чтение письменных текстов, является антиподом речевой повседневной коммуникации, как я сказал. А что происходит, когда повседневную коммуникацию захватывают электронные носители? Вот то, что происходит сегодня. В гаджетах, в мессенджерах они переводят ее в письменный формат, повседневную коммуникацию в письменный формат. И вот в цифровую эпоху чтение уже не антипод повседневной коммуникации, а ее продолжение. И мы разрушаем важнейшее структурное противостояние, которое питало вот эту диалектику. И уже сейчас и скоро мы столкнемся с последствиями вот этого разрушения. Цифровая эпоха, она разрушает ареал письменной культуры, как культуры текстов и символической реальности, как культиватора компетенции абстрагирования. То есть вторжение образности в знаково-смысловой мир, оно внедряет в него чувственность и разрушает его конституцию. И как пример я могу привести несколько таких вот случаев. Ну, например, первый кейс экранизации, очень любимый жанр, где нас какой-то роман текстовый воплощают в живые образы. Кажется, хорошо распространяется литературная культура. На самом деле не думаю так. И мне кажется, вот недавно, например, Онегин, ничего не скажу там против фильма, но уже сама вот эта ситуация, воплощенный образ Онегина, на мой взгляд, это банализация литературного образа, разрушение его символического смысла. Когда мы читаем роман, в нашем воображении создается символический Онегин. У него, может быть, такие оттенки лица, или там другие. У каждого свое. Здесь его, здесь как раз в этом и главное, что нет его четкой формы. Это абстракция. И вот воплощая какого-то живого человека, мы разрушаем этот символический литературный образ. То есть символический Онегин не имеет воплощения. Это обязательно образ фантазии. Так что мы как бы с пьедистала абстракции сбрасываем литературу в нашу повседневную образность. Или другой другой вариант кейса. Онлайн-курс тоже сейчас происходит тренд от учебника к онлайн-курсу, к лекциям, то, что между нами с вами сейчас происходит. Что здесь происходит? Здесь происходит визуализация корпуса знаний. Говорящая голова, вот эта речь, опять-таки исходящая из повседневной коммуникации, обычными словами, стараясь не засорять какими-то там понятиями, терминами. И вот эта вот визуализация корпуса знаний, она изымает их из скорлупы абстрактных текстов и переводит в речевые формы пространства квазиповседневности. И, конечно, это ущерб нашим компетенциям абстрактной мысли. Потому что вот в простой коммуникации, в разговоре мы не мыслим абстрактно. Это нам не нужно. И, да, это можно, и тренированному человеку это удается, но это как бы не способствует так, как чтение. Ну и, собственно, лекции и вебинар это тот же самый случай, когда работа говорящего, она, так сказать, аннигилирует работу мыслящего. она банализирует, как-то сводит, усложняет его абстрактную работу. То есть, надо понимать, что восприятие речи не равно восприятию текста. И оно ни в коем случае не заменимо. И тут работает тоже очень важный закон сохранения психической энергии. Человек всегда выбирает упрощение. Поэтому цифровые гаджеты, цифровая коммуникация, которая колонизирует символические миры визуальными, это проще, но это отнимает от нас глубину мысли, глубину абстракции. И это опасно. Значит ли, что обучение чтения гарантирует овладение абстрактным мышлением? В общем-то нет. Чтение, как вот было сказано, может оставаться на уровне речевой практики, если мы не идем вглубь. И поэтому надо различать чтение, чтение, вот запомните это, требуется чтение с пониманием, чтение сопровождающее овладением текстовой и лексической избыточности. Вот то чтение, которое будет лабораторией абстрактной мысли. И обратите внимание, пять процентов населения сегодня в развитых обществах, богатых золотом миллиарде, не умеет читать. Ему просто это не нужно. Ну, многим там, не знаю, уборщикам, там, хлеборобам, многим, вот, если нет необходимости работать с текстами, развивается литературная неграмотность. И вот такие люди, может быть, даже, ну, такие аналогичные, умеют читать и писать, но они не умеют абстрактно мыслить. То есть, чтение не гарантия. Обучение чтению не равно умению читать. Имеет ценность в данном аспекте чтение сложных текстов, чтение с пониманием, чтение с конструированием богатых смысловых избыточных связей. И вот, собственно, мы подходим к последнему блоку о медленном и быстром чтении. И тут, я считаю, если вот до того было там, ну, скорее, размышления о предпосылках, гипотезах, то здесь мы столкнемся, на мой взгляд, уже с феноменом нашей жизни, который мы имеем после нескольких десятилетий цифровой революции, в том числе эволюции электронной книги. И давайте вот вернемся тоже к этим дискуссиям 10-20-летней давности, когда были споры, что вытеснит электронную книгу, печатную, или наоборот, она не нужна, она умрет. Верными оказались прогнозы, которые предсказывали электронной книге стать субститутом спутником с 10-20% Собственно, вот сегодня так примерно и получается. Еще один субститут аудиокнига, который тоже претендует на 10%, тем не менее это субституты. За это время сократился разрыв между странами, да, там США, Корея в лидерах, консервативная Европа отстающих, Россия с пиратством в середине, но это все равно между 10-20% Улеглись споры с проблемой защиты контента, удобством чтения, перспективами ридеры, вот ридеры не пошли, так скажем, и в общем-то все мы сошлись или сходимся в общем тезисе. Если нужны комфорт и удобство чтения, вам нужна бумажная книга. Если вам достаточно беглое знакомство или работа, то, пожалуй, можете использовать электронную книгу. Вот так они примерно надеются. Новая практика чтения гибридная, читают и так, и по-другому, но при этом и сформировалась дилемма, которая имеет ключевое значение быстрого чтения и медленного, информационного чтения и смыслового. Вот и по этим, по этой дилемме и закрепились приоритеты электронной книги и бумажной. Но чуть-чуть подробнее о быстром и медленном чтении. Ведь раньше этого разделения не существовало в эпоху печатной книги. Это разделение создано именно цифровыми практиками. Но в доэлектронной эре, вы помните, мы имели понятие скорочтение. Кто-то и сейчас пытается этому учиться. Техники ускорения чтения с лица. И если вы помните, как это происходило, учили читать по диагонали, владевать так называемым информационным чтением, снимать информацию. И при этом было понятно, что выпадают эстетические составляющие чтения, темпоральные возможности осмысливания текста и контекста. То есть все кроме информации выносится при этом за скобки. И вот собственно некий аналог такого подхода и реализовался в цифровых гаджетах. Но теперь это уже повседневная практика и повсеместная. То есть практика быстрого просмотра информации, серфинга, такого специфического чтения сайтов в интернете, вообще понятие гипертекста реализовавшегося такого комплексного нелинейного текста. поискового серфинга, перескакивания с одного носителя информации на другой. Все это уже общие места и практически все обладели вот таким новым типом чтений. И все это короткие тексты, которые требуют быстрого чтения. Прежде всего в соцсетях, в мессенджерах, в интернете. И вот моя гипотеза, собственно почему я и считаю, что надо на этом остановиться, то, что само наличие экрана сегодня сформировало новые навыки работы с текстом, то есть считывание информации. И в этом случае содержательные тонкости, размышления, умственные работы выносятся за скобки. И это уже на уровне рефлекса. Если мы видим экран, то мы читаем именно так. Вот 10-20 лет мы этому тренировались. А вот медленное смысловое понимающее чтение, оно ставит совсем другую задачу. Не усвоение первичной информации, а размышление, сопоставление смыслов, связывание информации в знании. Вот экран отталкивает такую методику и практику. А бумага тоже, как только ее берешь, она приглашает к такой работе. И вот заметьте, бумага сохранилась не благодаря запаху или тактильным ощущениям, на мой взгляд, это все ерунда, а именно благодаря характеру восприятия информации, тем практикам и нашей адаптации к этой новой ситуации. Именно поэтому мы сохранили бумагу для того, чтобы сохранить такое чтение. Чтение как когнитивные лаборатории рефлексии абстрактного мышления. И вот собственно здесь можно привести нашего автора Канемана двух системах мышления. Он пишет, те, кто читал книги, о системе номер один, то есть быстром оперативном мышлении, который как кэш опирается на интуицию, на какие-то там специфическую возможности такой быстрой психики. И медленное мышление. Система номер два, который уже подвергает данной рефлексии, работает медленнее, но углубленно. И собственно эти две когнитивные системы вполне перекладываются на наши две новые практики. Быстрое чтение, способное наполнять систему первую, и медленное чтение, которое вызывает к жизни, с которой работает система номер два. И мы имеем сегодня тоже ситуацию, тренд, когда информация покидает книги, она переходит в быстрой оперативной системы информационного обмена, электронной, интерактивной, а вот книги становятся носителем длинных сообщений, долгого знания. Ведь знание это информация, которая имеет сущностный характер, которой не требуется это постоянное обновление. Книга должна быть такой долго. Соответственно из книги уходит в книги уходит исконно книжная коммуникация, так, где никакой другой носитель ее не может больше нести. книга как хранилище знаний, мега нарративов, монография, роман, мемуары, большой формат. А в электронную среду наоборот уходит вся эта информация данных, в разных базах данных, повседневная оперативная коммуникация, мессенджеры, новостная информация в СМИ, справочная информация, презентационная информация, и носителем всего этого становится интернет. Вот такое разделение информационных полей. И в этом разделении вдруг оказывается несколько парадоксальным значение электронной книги. А электронная книга, которой мы занимаемся, она-то интернет-информационная область или это книжная область? Вот электронная книга нарушает это разделение. сходить из того, что я сказал, то книга на экране это сапоги в смятку, как говорил Чернышевский. Но вот эти закономерности, они работают и здесь. Просто информацией становится сама книга. То есть вот тот мега нарратив, предполагающий рефлексию реализуемой книги, в данном случае предстает сугубо информационной функции, то есть некое краткое содержание книги. Мы можем получить впечатление об этой книге и подумать, а что бы, если я ее почитал бы внимательно и глубоко. И собственно никто не запрещает медленно читать с экрана электронной книги. Но наши уже сформировавшиеся практики, рефлексы затрудняют это делать. И наверное вы замечали, что берете экран и уже вы по-другому просто читаете, хотите вы или нет. Но кстати, и книги в нашем классическом виде, они тоже несут разный информационный функционал, который не обязательно требует вдумчивого медленного чтения. и вот я справа перечислил вот эти форматы, которые действительно вполне могут находить электронный вид воплощения справочники, словари, альбомы, газеты, журналы, учебники, монографии, сам издат. Вот это все уходит в электронную область. Но вот мы еще тут остановимся насчет учебников и монографии. То есть электронные книги это некая визитка настоящей книги. Это субститут. Это вот как у нас в законодательстве сейчас такое странное понятие электронные копии печатной книги. Сразу видна вторичность. Но тем не менее это так. И тоже знак этого, что до сих пор не издается книг, которые исходно были бы цифровыми. Как мы говорим digital first. Нет. Книга всегда создается как печатная. То есть ознакомиться с книгой для этого вполне подходит электронная книга. А вот если вдумчиво почитать, получить удовольствие, нужна печатная. И конечно плюс соображение рентабельности. Интересная ситуация с электронной книгой и еще более интересная ситуация с учебниками иммунографии. А их куда? В электронный или в печатный формат? Но из уже даже экономических соображений зачастую книга знаний и учебник, и монографии получают в качестве базового формата электронный. Почему? Да потому что вузовский учебник и монография часто используется для разового довольно краткого чисто рабочего знакомства перед экзаменом или ознакомления с предметом. И совсем другой школьный учебник. Там возраст другой и школьный учебник требуется для более углубленной постоянной работы. Для детского возраста здесь скорее бумажный. Так оно примерно происходит. А вот книги для досуга, нон фикшн, собственно хотя это не формат книги знаний там постоянного знаки, но они предпочитаются бумажной формы именно потому что они более комфортные такие для отдыха, рефлексии, проведения времени. Но на мой взгляд статистической оценкой вот этой склонности книг к тому или иному формату является объем продаж на этот рынок. Сразу показывает что куда. И поэтому университетская литература учебники, журналы сегодня уже на 50% живут за счет электронной формы. Значит их туда. А напротив научные издательства нон фикшн в электронике продают не более 10-20% значит их сюда. И вот в частности монографии они не читаются в электронке но они нужны автору для презентационных целей в виде бумажной книги. Вот для этого их делают как бумажной. И при этом книги позиционируются как печатные хотя возможно существует не одного печатного экземпляра а их печатают print on demand и соответственно использование учебной научной литературы является исключительно электронным. Вот об этом парадоксе что и учебники и монографии они позиционируются как печатные а используются как электронные я уже говорил не раз. Следующий уровень проблемы печатные электронные pdf и epub формат е книги как электронные копии печатной версии это pdf и на сегодня это самый простой способ конвертации печатной книги в электронные и собственно весь учебный рынок он именно в формате pdf он еще почему важен потому что сохраняет практику пагинации цитирования как у бумажной книги и вот никакого разрыва не возникает поэтому доминирует а вот в области досугового чтения в художественной литературе нонфикшн вот в розничном на розничном рынке полностью сегодня уже доминирует формат epub vb2 и так далее то есть коммерческий розничный рынок это формат epub вот такое разделение рынков произошло и при этом те кто именно читает книги они не любят читать pdf если у нас здесь есть библиотекари они наверное это подтвердят те кто читает книги электронные читают прежде всего в epub epub это формат с гибкой версткой под экран мобильный формат он хорошо ложится на смартфон планшет компьютер допускает интерактивный контент ну и главное его отличие адаптация к экрану при этом интересно что epub не является защищенным форматом существует еще такой формат fu электронно форму учебника это тоже некий аналог он дает акцент на интерактивность защищенность все что нужно электронной книге но широкого распространения пока не имеет то есть он излишне несет избыточные функции по сравнению с epub и вот то что происходит сегодня переход на смартфон как базовый носитель электронной книги ну во-первых это есть утверждение такого базового формата вообще электронной книги epub и базового носителя гаджет и здесь фактор мобильности мы видим становится решающим и что что при этом происходит что те рынки которые работают с pdf они оказались в критической ситуации то есть с pdf не очень любят читать на нем работают но не хотят читать поэтому встает вопрос переходить на epub но это практически невозможно любую книгу требуется под epub переверстывать это очень дорого простые художественные тексты очень просто перевести в epub это уже произошло а вот тексты со сложной версткой очень сложно а такие как формат как fv2 вообще их не принимают ну а осложняющие элементы это иллюстрации схемы таблицы сноски это то без чего научная книга учебная манфикшн практически невозможны и издатели этим не занимаются в частности letrez самостоятельно дорабатывает файлы которые берет у издательства и тем не менее вот то что смартфоны расширяют свой ареал это уже факт и вот я вам привел пример нашей электронно-библиотечной системы университетской библиотеки онлайн и вы видите что при том что у нас pdf в основном на пк работает лишь 60 процентов 40 процентов все равно работают со смартфоном и вот мы возникают вот сталкиваемся с такой ситуацией что с епабом работают пока только ведущие коммерческие издательства сегмент коммерческого нонфикшена ориентированные на массовые продажи а научные учебные издательства и не пытаются ну и не способны вот этот большой свой объем наименований книг много они все малотиражные то есть это конечно нерентабельно они это не могут ну и конечно отсюда следует такой осторожный вывод что сохранение формата pdf для учебных текстов грозит маргинализировать этот вид литературы если она не считается со смартфонов то и не будет использоваться мы все время думали об этой вот опасности и вообще об этой задаче у нас существуют мобильные версии и экрана и мобильные приложения для ebs около 12 тысяч книг у нас в bs представлены в формате e-pub но все-таки даже в этих приложениях и мобильных формах основное использование идет в формате pdf и все-таки мы сделали мы нашли решение по сути дела это открытие которое я хочу вам в заключении представить техническое решение наше пересборка pdf в удобно читаемый формат представляющий собой динамичное мобильное переформатирование верстки в объемы экрана страницы и вот эта задача она нетривиальна для любых форм которые не просто текстовые позволяют масштабировать и размещать элементы на любой произвольно взятой страницы этого до сих пор никто делать не умел ну и вот пример такой этой нашей читалки да совершенно разными экранами планшеты и смартфоны да тот же самый текст вы можете сузить мобильно до любого размера и как вы видите нам получилось это сделать даже со сложными элементами стихами таблицами колонками вот все оно вполне вписывается умещается в этом новом формате нашей новой читалки то же то же самое получается делать и с иллюстрациями да это всегда тоже была проблема различными схемами таблицами таблицами формулами да все тоже ужимается и вписывается в экран вот так выглядят рисунки на странице да вполне органично без больших проблем сложная верстка тоже удалось с ней справиться и вполне можно с ней работать много компонентный текст и заметьте вот в ePub это уже нереализуемо то есть это предполагает очень сложную верстку ePub чтобы так она ложилась а у нас это автоматом конвертируется из pdf ну и те формы которые как раз вот непростой текст упражнения данные с различными выделениями курсивами списками пожалуйста все тоже работает при этом сохраняет композицию которая вот дается на бумажной страничке и вполне сохраняет свои пропорции дизайн верстки вот конечно при этом сохраняются ограничения не любую книгу можно преобразовать в электронный формат например книги сканированные конечно нет книги с нестандартной версткой книги с нераспознанным текстовым слоем специфические шрифты иные элементы возможны ошибки конвертации необходим качественный исходник pdf это в общем довольно много условий но тем не менее вы видите это работает еще одно но то что это эксклюзивный инструмент пока это только у нас готовится вот ну посмотрим насколько мы можем этого это масштабировать ну и то что я вам представил на мой взгляд это некая даже революция формата форматах чтения потому что это не формат epub по честному да он не основан на xml на html то есть на тех языках разметки которые предполагаются epub он правда не позволяет включать интерактивные элементы но он реализует базовую задачу вписать текст книги в мобильный экран в этом его действие революционно и это в общем-то революция не в форматах а именно в читалках в программном обеспечении что из этого следует то что для мобильного чтения больше не требуется создавать специальный файл то есть переверстывать что-то то что требует больших затрат и поэтому целый пласт литературы огромное количество книг десятки тысяч которые сегодня недоступны для мобильных устройств их теперь можно быстро переконвертировать и читать на смартфоне без всяких вложений и усилий и в том числе и учебник он перестает быть неудобным книгой компьютером доступным только вот на экране десктопа а становится доступен в любой момент в любом месте на своем смартфоне в общем возможность предоставить доступ книгу ко всем книгам на смартфоне и планшете это я считаю уникальный сервис наш ЭБС которым можно гордиться который способен революционно изменить и практику и ареал использования электронных библиотечных систем так что это вот практически такой шаг открытия с которым я вам поделился что ж мы подошли к концу и давайте свяжем все о чем я говорил с конца до самого начала единой ниткой и так чтение это лаборатория абстрактного мышления потому что абстрактное мышление оно формируется в недрах повседневной бытовой коммуникации но реализоваться может только в пространстве письменной символической культуры и залогом этой способности является функция актуализации общих идей то есть компетенция которое воспитывается и культивируется и это происходит прежде всего в практике чтения чтение это дверь в пространстве символической культуры но вход в нее реализуется не через чтение восприятия информации а через чтение рефлексию бумажная книга является хранителем этой практики медленного осмысленного чтения а вот электронная книга она превращает текст в информацию является субститутом подлинной книги при этом е-книга все-таки необходимый путь для интеграции книжной культуры цифровую и эта интеграция возможна только в форматах адаптированных под мобильную экранную верстку создавая экранный формат для текстов в pdf мы избегаем перспективы маргинализации книги знаний а делаем доступный книжный массив культуры для цифрового чтения но не забываем при этом что подлинную ценность имеет медленное смысловое понимающее чтение которое реализуется преимущественно в печатной книге вот такое краткое резюме всего что я вам наговорил благодарю за внимание тем кто все эти два часа выдержал поток абстрактной мысли ну что ж сейчас я тогда пробегусь по замечаниями вопросам если были так то что люди равны вовсе не означает что они одинаковы да они одинаковы так вот реплика естественно язык изначально существует только в устной форме языка где нет письменности речевая деятельность состоит из говорения и слушания письменности явление искусственное конвенциональное с появлением письменности речевая деятельность обогащается еще двумя чтениями письмом ну благодарю за поддержку я с этим полностью согласны в школах чтения сводится извлечение информации ну да зачастую письменность хоть и является искусственной в том смысле что она была создана людьми тем не менее естественной чем устная речь она является продуктом интеллекта человека так же как и устная речь ну верно только я добавлю что сам интеллект как я пытался показать является продукт письменности и чтения да просто так он бы не возник письменность не просто обогащает речевую деятельность она преобразует ее ну это вот я и пытался сказать письменность позволяет нам фиксировать идеи передавать их через время и пространство что невозможно сделать с помощью устной речи да совершенно верно спасибо чтение по диагонали лишь метафора не соответствующая просмотровому чтению как чтению с пропусками ну не знаю меня так в свое время учили вот чтение по диагонали да чтение с пропусками медленно или быстро это характеристика скорости а не качества ну да можно так сказать можно сказать что медленно можно читать быстро кто это умеет и наоборот но мы в данном случае да как раз оперировали этими понятиями как характеристика качества чтения так уважаемый Николай Юрий Юрьевич благодарю за интересную полезную лекцию почти со всем согласен остается лишь вопрос разве письменная коммуникация не относится к речевой деятельности как к общему родовому понятию и для устной и для письменной речи да письменная речь имеет свою специфику она более формализован предназначена для передачи информации в пространстве и времени но все же и письменная речь проговаривается и связана с чувственным эмпирическим миром и чтение согласно определению это процесс восприятия письменной речи а восприятие не только интеллектуальный но и эмоциональный процесс как вы думаете возможен ли путь пониманию серьезных книг посредством перебрасывания мостика между письменной и устной речевой коммуникации сближение одного с другим проговариваем письменных текстов слух и их последующим обсуждением ну спасибо да очень хороший вопрос по сути дела вот Юрий Юрьевич то как я расставил категории а я их специально же так строил да противопоставляя одно другому устно и письменному где-то насильно да и в общем-то если очень корректно говорить то это не всегда корректно да не всегда правомерно можно вот случай и аргументы найти поставить эти антиномии под вопрос что и происходит да можно трактовать письменность как именно письменную речь но все-таки все равно есть сегмент где не скажешь что это речь да ну вот даже те же книги монографии но много очень бумажных печатных форматов где не назовешь это сообщением да не назовешь это речью ну там те же инструкции государственные документы закон вот это совсем не речь поэтому так скажем что письменность тоже разделяется на речевые формы где можно сказать историю да роман это история его можно и прочитать вслух вот так что насчет понятий и их разделений можно спорить я согласен что все равно это все требует синтеза да и одни элементы видятся в другом это очень диалектический всегда материал как только начинаешь углубляться понимаешь что тут нельзя вот прямо фиксировать и все обязательно выплывает диалектики что нужны и противоположные формы ну и в общем-то я вот этой диалектикой тоже играл и конечно здесь есть место для того чтобы еще усложнить и вот мы таким аргументом просто еще немножко усложним наш рисунок понятий степень вдумчивости чтения зависит от ну это вопрос зависит ли степень вдумчивости чтения от формы подачи текста ну вот тут я бы сказал нет мне кажется это уже наше отношение как мы относимся к чтениям в общем да уже то что бумажная печатная форма она как бы приглашает к такому вдумчивому чтению но это вот уже наша сформировавшаяся привычка так скажем что мы уже с экрана отвыкли читать глубоко вот интернет нас отучил этому на продуктивность чтения влияет много факторов согласен да ну вот степень вдумчивости зависит от состояния и я бы сказал намерения читающего ну что ж так меня порадовала мысль что бумажная книга будет жить да здравствует чтение всегда везде и много согласен да это вот как раз наш и был посыл ну что ж так еще вопросах не вопросах нет ну что ж я рад что тоже обратный отклик породил и даже дискуссию в таком письменном формате я надеюсь что те аргументы они пригодятся вам и в том чтобы дальше пропагандировать и продвигать чтение чтение любое важное и быстрое и медленное и электронное и бумажное в общем на этом мы стояли и будем стоять поэтому хорошего вам весеннего дня юмора и шуток мы обошлись без них слишком серьезный был вопрос но это не значит что дальше дальше можно шутить так что всего доброго хорошего мне и не как так это